Как бы для саб-10 нормально. Сейчас это уже для меня полный бред. Я и так не делаю бустап жвачку, который 6 секунд сейвит, потому что он сложный. Ну, я и не планирую делать, если нормальный пейс будет. А такие легкие страты исключать из рана смысла нет. Вообще, из сложного в игре только бустап на 4-1, бустап шарик. И огоньки, значит, на 3-2 внизу. Все, больше ничего сложного нет. Остальное тут либо рандом на первых уровнях, либо все остальные язычные страты. Жрание инпутов. Да, это тоже я отношу к разряду рандома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Амбиций победителя в стендах, к примеру... Так, тут не в амбициях победителя дело. Когда я вижу, что я могу взять VR, у меня появляются амбиции, я дико начинаю как бы гриндить жестко и пока не беру. А если я понимаю, что VR не взять, так какой в этом смысл? А стенд в любой игре VR может взять, поэтому у него и амбиции больше. Чем скилла больше, тем амбиции больше. Это же очевидно. Не в этом дело. Проблема в том, что он с амбицией может делать достаточно стабильно и все. Если бы я мог, я тоже бы делал. В игре, где у меня получают какие-то жесткие страты, там у меня есть шанс на VR. Но, как правило, в любой игре чисто скиллозависимый, если там уже побывал стенд, мне VR не забрать. Поэтому держу в игре только либо где рандом, либо где еще стенд с ним успел появиться, типа какой-нибудь Доки Доки Ленч. Он там изи меня бопнет. То есть тут не в амбициях делают, потому что одни держат века, другие нет. Ну, амбиции тоже влияют, но не только. Я, кстати, знаю очень амбициозных, но при этом таких спидрандеров, которые при этом все время какие-то низкие места занимают, просто потому что, ну, они реально по скиллу не дотягивают. Но при этом они могут быть очень амбициозными, они могут сидеть так же, гриндить часами. И для них это прям крутые достижения. Ну, вот не получается у них играть так же круто, ну, вот что поделать. Ну, то у меня тоже не получается. Ну, то есть в сравнении со многими другими я играю неплохо, но в сравнении со стендом, нет. И вот. Что получается, я делаю у каждого свои пределы, свой лимит, свои какие-то... Блин, не прыгнул, блин. Чё, блин, теперь не стреляет. Первый стейдж, первый стейдж, первый стейдж самый сложный, первый и последний стейдж. Первый стейдж, там этот клайм, это одно из самых сложных мест, на котором там и утикаты, куча ресетов, икс-рей, я не помню, как играл, может, у него стабильно получалось. Но в целом, вот эти клаймы на первом уровне, где ты пытаешься сейвить фреймы постоянно на каждом прыжочке, это и есть, это одно из самых сложных мест в игре есть. Так что это ни о чём не говорит, что он на первом уровне ресетил. Максимально быстро всегда старался, ну потому что он на VR бежал по VR-стратам, потому что у неё он мог. Чем больше страт добавляешь, тем меньше у тебя стабильность, это, по-моему, очевидная штука. Поэтому если человек со скиллом вроде моего будет играть по VR-стратам, то он тупо не сможет даже до второго уровня доходить будет раз в неделю, наверное. Блин, нафиг, огонёк пропал, но он же ищет, нафиг он исчез, блин. Ой, капец, трольские огоньки, блин. Мог бы нормально, без смертей сейчас прискочить. Сейчас опять бустов в шарик делать. Опять рандом троллит, блин. Сейчас сообщение прочитаю, блин, там что-то много сообщений накопилось. О, фига, получилось. Блин, только не надо ПБ сейчас делать, это же капец будет. Таким началом ужасным. Ладно. У меня тоже какая-то странная страта. Могли на голду сделать. Субтитры сделал DimaTorzok Да что, меня откинуло, блин. Ладно, всё равно пришлось бы ждать. Не так много потерял. Цикл прокрутился, но всё неприятно. Неплохой, 4-2. Конечно. Блин, да, ну может быть ПБ, да, но это всё равно фигня, конечно. Плохой ран в любом случае. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...